Привет, это ЗБЗ, и я сейчас расскажу вам, зачем болеть за Сан-Лоренцо. Стабильность – признак мастерства. Так можно охарактеризовать историю эмблемы Сан-Лоренцо. Логотип всегда сохранял фундаментальные черты и добавлял еле заметные штришки в новую версию. Три кита Сан-Лоренцо – аббревиатура клуба в сердце эмблемы, красно-синие цвета в полоску и логотип в форме трезубца. И не удивляйтесь такому количеству букв в центре. Просто полное название клуба звучит как «Клуб Атлетика Сан-Лоренцо де Альмагро». И имя команда оставила с древних времен, когда добрый священник Лоренцо Масса приютил мальчишек, игравших на проезжей части. Как-то раз он увидел, как одного из игроков едва не сбил трамвай и решил покончить с жизнеопасными тренировками. Масса предложил им заниматься на заднем дворе церкви в обмен на обещание ходить на богослужения каждое воскресенье. Футболисты были настолько ему благодарны, что назвали клуб в честь священника Сан-Лоренцо. Сначала Масса был против, а потом все-таки нечиславно согласился. Священник поставил условие, по которому название клуба должно было относиться не к нему, а к битве при Сан-Лоренцо или к святому мученику Лаврейтию Римскому. Так и появилась Сан-Лоренцо де Альмагро, где последняя часть это название района. Поэтому нет ничего поразительного в том, что клуб автоматически получил прозвище «Святые». Второй никнейм «Вороны» тоже тесно связан с церковью, а точнее со священниками. Они часто носят рясу черного цвета, отсюда и сравнение с «Мудрой птицей». Вообще у Сан-Лоренцо достаточно прозвища. Этим славятся все аргентинские клубы. Но только святые могут похвастаться своим легендарным болельщиком. Об этом через пару мгновений. За кого может болеть Папа Римский, если не за святых? Ну уж вряд ли за Манчестер Юнайтед, правда? Франциск Первый с детства поддерживает Сан-Лоренцо. После его избрания клуб выходил в форуме с изображением улыбающегося Папы, а в 2014 году даже приезжал в Ватикан после победы в Кубке Либертадорос. Вот только есть сложность. В 1990-м Франциск Первый дал обет не смотреть телевизор. То есть с того момента Понтифик не видел матчей Сан-Лоренцо, игры Лео Месси и Криштиану Роналду, да даже победу Аргентины на чемпионате мира он тоже не видел. И как папа следит за любимой командой? Ведь он не сидит в соцсетях и всего 10 минут дает себе на чтение газеты «Ля Република», в которой вряд ли напишет Сан-Лоренцо. Для этого у Франциска есть специальный помощник, швейцарский гвардеец. Он каждую неделю рассказывает папе о результатах, новостях и раскладах в турнирной таблице. Франциск в принципе большой футбольный фанат. Он коллекционирует формы команд от Баварии и Самдории до сборных Испании и Бразилии. Но он нередко принимает руководителей клубов и игроков, а в детстве во дворе играл на позиции вратаря. Из-за папы римского почетным «Сосиос» Сан-Лоренцо стал даже Новак Джокович. В 2013-м он посетил Буэнос-Айрес, где мэр города и по совместительству президент Бокки Хуниорс вручил теннисисту футболку своего клуба. Джокович примерил ее, но вдобавок еще и попросил Джерси любимой команды папы римского. Сан-Лоренцо подсуетился со скоростью сербского эйса, подарив ноле футболку и сделал ему карточку фаната. Но есть еще один знаковый болельщик Сан-Лоренцо, и это Арагорн, а точнее Вигго Мортенсен. Он родился в Нью-Йорке, но потом путешествовал по всему миру. Был в Венесуэре, Дании и 11 лет прожил в Аргентине. Там он влюбился в Сан-Лоренцо и, похоже, навечно. В 2010 году Мортенсен вложил ни много ни мало 150 тысяч долларов и построил храм рядом со стадионом Сан-Лоренцо, Нуэво Гассо Метро. А спустя 7 лет приехал на церемонию Оскар в жилетке с эмблемой любимого клуба, которую показывал при любом удобном случае. Папа Римский, Новак Джокович, Вигго Мортенсен топят за Сан-Лоренцо. А вы еще нет? Набор крутых футболистов и тренеров, прошедших через Сан-Лоренцо, тоже на высоком уровне. В первую очередь в клубе играл великий Луис Монти. Чем он так примечателен? Игрой в двух финалах чемпионата мира за две разные сборные. На первом в истории Мундиале Монти дошел до финала со сборной Аргентины, но уступил там уругвайцам. Его внучка рассказывала, что на протяжении всей карьеры в Аргентине дедушке и его семье регулярно поступали угрозы. Особенно страшно стало после поражения в финале чемпионата мира. Монти решил репатриироваться в Италию. Из Сан-Лоренцо он перешел в Ювентус в 1930-м, а спустя 4 года выиграл вместе со сборной Италии Мундиаль. И стал единственным футболистом в истории, кому удалось это достижение сыграть в двух финалах чемпионата мира за две разные страны. На машине времени перемещаемся в будущее примерно на 50 лет вперед. В этот момент в Сан-Лоренцо раскрылся легендарный прогвайский вратарь Хосе Луис Человерт. Именно здесь он начал отрабатывать стандарты вместе с главным тренером Виллибором Милутиновичем. И здесь же он спас партнера от смерти. Перед матчем с института кто-то установил бомбу в раздевалке Сан-Лоренцо. Раздался взрыв. Почти все игроки Сан-Лоренцо были в крови, а больше всех пострадал 23-летний защитник Клаудио Саккариас. Человерт моментально сориентировался, он нашел носилки и помог транспортировать партнера, не замечая свои порезы. Дальше за дело взялись врачи, хотя даже они не верили в то, что Саккариас выживет. Но он выжил, при этом потеряв почти 3 литра крови. Так что Человерт это не только про спасение своих ворот. Ну и следом идут два великих тренера. И если у Диего Симеона в Сан-Лоренцо не сложилось, то Мануэль Пеллегрини провел здесь шикарный год. Он выиграл чемпионат, а в довесок еще и кубок Меркосу. Да, турнир прожил не очень долго, зато Сан-Лоренцо стал единственным аргентинским клубом, взявшим этот трофей. Но здесь даже важнее другой вопрос. Как скоро Сан-Лоренцо будет единственным аргентинским клубом, который завоюет ваше сердечко, а? Сан-Лоренцо один из самых популярных клубов страны. Не зря святые входят в большую пятерку Аргентины, где также есть Бока Хуниорс, Риверплейт, Индепедиенте и Рассер. Пятерка определяется размером фан-базы и ее разбросанностью. То есть главное, чтобы за тебя болели не одним городом или регионом, а по всей стране. И такая любовь понятна. Ведь даже испанцы как-то раз признались, что Сан-Лоренцо лучший клуб мира. А это ого-го какая заявочка. Дело было так. В 40-х годах Сан-Лоренцо отправился в турне по Испании и Португалии. Там аргентинцы проиграли лишь раз Мадридскому Реалу. Зато в отместку Сан-Лоренцо дважды высекли сборную Испании. 7-5 и 6-1. И разок проехались по сборной Португалии. 10-4. И несмотря на поражение от Реала, испанская пресса рассыпалась в комплиментах и провозгласила Сан-Лоренцо лучшим клубом мира. А у лучшего клуба мира должны быть лучшие болельщики. И вы идеально подходите под эту роль. Если что, про лучших болельщиков мира я не лукавил. И вы в этом убедитесь, если послушаете хотя бы одну песню в их исполнении. Если это вас не убедило, то вот еще одно подтверждение. Фанатов Сан-Лоренцо считают самыми музыкальными и певучими по всей Аргентине. О чем говорили в программе Аргентина Лока. Слово главному аргентинцу Ока Гала Фернандесу. Ну и наконец самое важное, за что все обожают клуб Сан-Лоренцо. Это правда. Это песни. Но тоже все признают, что лучшая песня у Сан-Лоренцо. И не только сейчас. Интересно, потому что уже десятки лет. И все время все признают, что вот нет. Самая-самая лучшая песня, которую придумают болельщики Сан-Лоренцо. Именно фанаты Сан-Лоренцо придумали, возможно, главную песню в истории аргентинского фан-движения. Ее позаимствовала даже сборная Аргентины. И да, вы ее точно слышали. К тому же Сан-Лоренцо мастерски переделывает чужие хиты. Вот, например, переосмысление латиноамериканского шлягера Despacito. А вот они перепевают хит Энрики Иглесиаса «Дуэли Эль Курасон». Песня завирусилась моментально. Вообще, на ютубе есть шикарная подборка с кричалками Сан-Лоренцо, на которую можно надолго залипнуть. А заодно поучить слова песен своего нового любимого клуба. Ну и напоследок убедимся в том, что Сан-Лоренцо страстен не только на трибунах, но и на поле. В полуфинале Копа Судоамерикано аргентинцы играли против Шапи Куэнсо. И в какой-то момент нападающий Сан-Лоренцо Мартин Кентеруччо настолько не захотел отпускать соперника, что повис на нем и прицепом проехал несколько метров. Справедливости ради, футболки Шапи Куэнсо были выполнены из очень прочных материалов. Игроки сборной Швейцарии на Евро-2016 точно обзавидовались. Шапи Куэнсо пробился в финал Судоамериканы, но он обернулся трагедией. Самолет, летевший на решающий матч против Атлетика Националь, потерпел авиакатастрофу. Погибла большая часть команды, а Шапи Куэнсо посмертно объявили победителем турнира. Через несколько дней после катастрофы игроки из Сан-Лоренцо вышли в футболках бразильского клуба. Это была настоящая форма футболистов Шапи Куэнсо, с которыми они встречались всего лишь несколько недель назад. Это был ЗБЗ, и я вам рассказал, зачем болеть за Сан-Лоренцо. А аргентинский футбол классный, смотрите его в ОКО. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok